Даже люди, которые никогда не болели лёгким заболеванием, бронхитами, после крови бывает, бронхоспазм бывает. Приём ведёт врач-пульмонолог. Пациенты с астмой, хроническим бронхитом и другими заболеваниями дыхательной системы могут быть более восприимчивы к туберкулёзу. По случаю Всемирного дня борьбы с социально опасной инфекцией, вторая городская поликлиника больницы имени архиепископа Луки проводит полное обследование тамбовчан, которые входят в группу риска. Чем раньше проведена диагностика заболевания, тем эффективнее лечение. Если же человек боится прийти в поликлинику, своевременно обследоваться, то уже запущена форма туберкулёза будет. И для этого будет и в течение года он будет лечиться, и тем самым он опасен для окружающих, для членов его семьи, для тех людей, которые работают с ним на производстве. Ежегодное флюорографическое обследование – то, что должен проходить каждый пациент вне зависимости от состояния здоровья и рода деятельности. Наряду с посещением врачей-специалистов – эндокринолога, уролога, гастроэнтеролога – это обязательный пункт осмотра пациентов в рамках Всемирного дня борьбы с туберкулёзом. Такие, казалось бы, элементарные обследования, как общий анализ мочи или общий анализ крови, также могут многое сказать о состоянии вашего организма. К примеру, малейшие отклонения от норм могут свидетельствовать о наличии воспалительного процесса. А это уже повод дополнительно обратиться к специалисту. Подобные профилактические акции во второй поликлинике – традиция. Их проводят ежемесячно по субботам, чтобы пациенты могли позаботиться о здоровье, не отрываясь от важных дел. В феврале этого года у нас было проведено День открытых дверей, посвящённый Дню борьбы с онкологическими заболеваниями, в результате которого было выявлено три онкологии молочной железы и два рака кожи. Все женщины были отправлены до обследования. В этот раз поликлиника открыла двери для полусотни человек. На осмотр приходили и целыми коллективами. Очень удобно, потому что в рабочий процесс очень тяжело вырваться куда-то в поликлинику, а вот получается субботний день и такой комплексный достаточно широкий осмотр – очень удобно. Прекрасно всё организовано, девочки помогают, волонтёры, то есть рассказывают куда, что, гардероб, в какие кабинеты. Мне кажется, прям хорошая очень идея. Апрельская акция будет посвящена Всемирному Дню Здоровья. Она пройдёт 8 апреля. Тамбовчане смогут проконсультироваться с гастроэнтерологом, урологом, эндокринологом, офтальмологом и пройти лабораторные исследования.